Это реанимационное отделение для пациентов с инсультом практически готово к использованию. Еще неделя на уборку и неделя на установку оборудования. И оно начнет работу. Устроено по новому принципу, который сейчас используется во всем мире. В этой большой комнате будет как раз современная в виде ромашка реанимация. Вот здесь будет располагаться пост медсестры. Вот так и все пациенты будут вот так вокруг него. Видно, где будут мониторы располагаться. Полностью кислород, все необходимые консоли подведены. И таким образом медсестра, либо доктор сидит за своим пультом. Здесь будет полностью у нее в поле зрения все пациенты. Это лишь первая ласточка. До нового года в ОКБ произойдут глобальные изменения. Дополнительно откроются 18 реанимационных коек. В общей сложности их станет 50. А отделения сгруппируют вокруг наиболее распространенных заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, инсульты, гнойные и чистые отделения. К примеру, покупается новый ангиограф. Он ставится уже непосредственно в том месте, где будет палата интенсивной терапии и дальше уже коечное отделение. То есть пациент, попадая к нам с инфарктом, он тут же завозится в операционную, тут же палата интенсивной терапии и тут же он идет в реанимацию. И более того, сейчас доказано, что очень часто, когда пациент уходит из реанимации в коечное отделение, контроль ослабляется над его жизнедеятельностью. Вот здесь и летальные исходы происходят более часто, и осложнения возникают. Этого побочного эффекта тоже планируют избежать. На помощь придут технологии. В обновленных реанимациях будет внедрена программа удаленного контроля. Это новейшая мировая практика. На пациентов установят датчики, показания которых будут поступать сразу к реаниматологу. А это значит, что реагировать на изменения врачи смогут почти мгновенно. Благодаря новому подходу снизится и время оказания медицинской помощи. Это время от того, как пациент пересекает дверь нашей больницы, до того, как ему в сосуды сердца вставляется специальная трубка, расширяющая эти сосуды, чтобы усилить приток к сердцу, оно должно быть меньше часа. И по нашим расчетам, как только откроется новое отделение, то есть все рядом, это первый этаж, это первый этаж и отделение, и реанимация, и операционный с новым ангиографом, я думаю, мы добьемся менее 15 минут. То есть это рекордное время не только для России, но и для зарубежных стран. Нововведения стали возможны благодаря федеральной и региональной программам. По предварительным подсчетам, стоимость изменений составит порядка 150 миллионов рублей. После отладки процессов в самой больнице, врачи планируют укрепить взаимодействие со скорой помощью, чтобы пациенты оказывались в УКБ в минимально возможные сроки. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».